Далеко не всегда подвиги на войне состояли в уничтожении большого количества личного состава и техники противника. Один из самых известных и бескровных героических поступков переводчицы, Зинаиды Степановой, позволил сохранить тысячи жизней советских солдат. В 1942 году, только что окончившая Московский учительский институт иностранных языков, молоденькая девчушка Зина Степанова добровольцем отправилась на фронт. Поступив в распоряжение разведать дело 52-й гвардейской, переводчица неоднократно демонстрировала свои знания и беспримерную храбрость. Неся службу на Волховском фронте, она не раз доставляла в штаб важную информацию о планируемых фашистами ударах. В январе 1944 года, во время Новгородско-Лужской наступательной операции, разведчица Зина стала одной из первых, кто под шквалом артиллерийского и пулеметного огня противника с автоматом наперевес ворвался на окраину города. А в августе того же года в Эстонии она повела за собой в контратаку бойцов дивизии и, даже будучи тяжело раненой, не покинула поле боя, продолжая поддерживать наступление автоматным огнем. Но самый главный подвиг Степановой был еще впереди. 2 мая 1945 года победа была почти в руках, осажденный Берлин не имел шансов на спасение. Но самые отчаянные и патриотически настроенные солдаты вермахта и члены народного ополчения готовились продать свои жизни как можно дороже. Около 7 тысяч немецких солдат укрепились в расположенном на возвышенности парке Гумбольдхан, который было очень удобно оборонять. Первые несколько атак были отбиты и войска РК, понеся тяжелые потери, откатились на исходные позиции. И тогда Зина вызвалась выступить в роли парламентера. Вместе с подполковником Поповым и связистом Калмыковым Степанова на штабном автомобиле с привязанным к нему белым флагом отправилась к одному из укрепрайонов. Первые предложения о капитуляции немецким командованием были отвергнуты. И тогда Зина решила заговорить по-другому. Речь девушки заняла более двух часов. После события она сама не могла точно вспомнить, как увещевала двух матерых и не боящихся смерти генералов. Она рассказывала о зверствах, которые творили фашисты на ее земле, и о разрушенных городах, о миллионах погибших и напрасных жертвах, которых не избежать при ближайшем штурме, о безумстве решений, которые они сейчас принимают. Девушка то тихо рассказывала о чем-то, то плакала, то срывалась на крик. После короткого совещания предложение советской стороны было принято. Более 7 тысяч немецких солдат и офицеров, оставив свои позиции, сдались в плен хрупкой девушке, которой на тот момент едва исполнилось 22 года. За свой подвиг Степанова Зинаида Николаевна была награждена Орденом Отечественной войны первой степени.